Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Лев Диденко. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня в выпуске. У КФУ обновился сайт «Когда студентов заселит в общежитие». Миноборнауки России совместно с Советом по грантам президента Российской Федерации объявляет конкурсный отбор на получение стипендий президента Российской Федерации молодым ученым, аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2021-2023 годы. Участвовать могут молодые ученые до 35 лет и аспиранты, которые выполняют научные исследования по следующим направлениям. Это энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии, медицинские, а также стратегические информационные технологии. Также важным критерием отбора станет наличие научных достижений, таких как публикации статей в высокорейтинговых журналах, участие в научных исследованиях, премии, медали и другие награды за период 2016 по 2020 год. Подать заявку на участие можно с 9 сентября по 9 октября. К другим новостям. 9 сентября на канале Универтв прошел прямой эфир по вопросам заселения в общежитии. В этом году студенты жаловались на то, что некоторым не досталось мест в общежитиях КФУ. На вопросы студентов ответили проректор по внешним связям Тимирхан Алишев, директор департамента молодежной политики Юлия Виноградова, а также директора Елабужского и набережных Челнинских институтов КФУ. На какие вопросы и как ответили во время телемоста узнаете из нашего следующего сюжета. В этом году новый учебный год начался не очень гладко. Множество казанских студентов жаловались, вышестоящие инстанции сетуя на то, что им попросту не хватило мест в общежитиях. В социальных сетях некоторые студенты даже устроили шуточный флешмоб – общежитие КФУ, суть которого – привлечь внимание руководства университета к проблеме с дефицитом мест в общежитиях КФУ. В связи с этим на телеканале «Универ ТВ» прошел прямой эфир, посвященный вопросам заселения общежития в этом году. На вопросы от студентов и журналистов ответили проректор по внешним связям Тимирхан Аишев, директор департамента молодежной политики Юлия Виноградова, а также директор Елабужского института Елена Мерзон и директор набережных Челнинского института Махмуд Ганеев. В этом году заселение студентов первого курса, оно немного затянулось. В связи с этим, поэтому и большое количество вопросов от студентов старшего курса, потому что я поясню немного некоторую ситуацию, что согласно соглашению между профсоюзной организацией студентов, между студентами администрации ВОЗа, в приоритетном порядке места в деревне Универсиады представляются студентам первого курса бакалавриата и специалитета. Соответственно, все студенты первого курса, они заселены в деревне Универсиады. Таким образом, в этом году при заселении получилась непредвиденная ситуация. По словам Юлии Виноградовой, это случилось потому, что списки на зачисление студентов первого курса стали известнее позже, нежели в прошлом году. Если раньше, в начале августа, были уже известны списки студентов первого курса, тогда было понятно уже количество мест, которые для них необходимы. Поэтому в связи с этим затянулась эта процедура, и, соответственно, студенты старших курсов стали уже позже видеть списки на заселение в общежитии. В связи с этим возник определенный ряд вопросов, которые мы и решали вместе с жилищно-бытовыми комиссиями институтов. И сейчас продолжаем, соответственно, уже индивидуально у тех, у кого остались, решать эти вопросы. Также ситуация с нехваткой мест сложилась из-за того, что в этом году заселяются в общежитие больше студентов, нежели раньше. Ведь помимо первокурсников, заселить нужно было еще и студентов старших курсов. К слову, как было сказано во время прямого эфира, процедура заселения продлится до 31 октября. И сейчас, соответственно, мы проводим работу вместе с жилищно-бытовыми комиссиями институтов. Согласно тем заявлениям, которые подали студенты старших курсов, продолжаем рассматривать заявления, ведем работу по уже оценке мест, по реальному приезду студентов, связываемся с ними. И уже, то есть, процедура заселения иногородних студентов старших курсов, она плавно продолжается. И в этом году она будет продолжаться до 31 октября. К слову, ситуация с дефицитом мест в общежитиях КФУ обслаливается еще и тем, что КФУ с каждым годом становится более престижным вузом, тем самым привлекая с каждым годом больше студентов не только из России, но и других стран. Помимо этого, не стоит забывать и о том, что ни один вуз в мире не дает общежития всем своим студентам. Нередко те, кто приезжает учиться из других стран, испытывают трудности с жильем и вынуждены снимать квартиры. Однако еще несколько лет назад КФУ расселял 100% своих студентов. Однако из-за вырывшего престижа вуза поток абитуриентов с каждым годом увеличивается, и иногда возникают подобные трудности. Также сложность с заселением студентов связана еще и с тем, что из-за коронавирусной инфекции, ударившей в этом году, иностранные и иногородние студенты КФУ остались в общежитиях до конца лета, так как границы страны были закрыты, и руководство вуза приняло решение не выселять их ради безопасности их же здоровья. После закрытия сессии большое количество иностранных иногородних студентов уезжали к себе на родину, и далее они возвращались уже ближе к концу августа, к началу учебного года. В этом году фактически летом в общежитиях оставалось порядка 3000 иностранных студентов, которые никуда и не уезжали. Их нет, тем не менее, университет идет навстречу, и по просьбе консульств ряда стран и по просьбе самих студентов мы пока имеем возможность их оставить. Мы работаем с ними, мы предоставляем информацию им о том, каким образом они могли вернуться к себе на родину, тем не менее, мы в этом смысле оказываем им поддержку. Также во время эфира был затронут вопрос о том, как будет устроена процедура заселения для иностранных граждан, приехавших из-за границы. По словам проректора по внешним связям, для таких студентов будет предусмотрена процедура 14-дневной обсервации в специально отведенных для этого местах. Во время обсервации студенты будут учиться дистанционно. Они должны пройти тест на ковид не ранее, чем за три дня до пересечения границы с Российской Федерацией. При попадании уже в Казань, при приезде к нам сюда, в город, они должны, собственно, тоже пройти определенную процедуру. Во-первых, эта процедура связана с прохождением 14-дневного обсервационного периода. То есть в этот обсервационный период они пока не допускаются к очным занятиям в аудиториях университет. Собственно, это удостоверяет, что заезжая на территорию Российской Федерации, минимален риск их уже заражения коронавирусной инфекцией. Полную версию прямой связи можно посмотреть на YouTube-канале Универ ТВ, а также в записи на телеканале Универ ТВ 11 сентября в 19.35. Лев Диденко, Универ Ньюс. Ученые КФУ определили структуру белка бессмертия, изучив совместно с коллегами из Московского государственного университета структуру и функции белка ЕСТ-3. Таким образом, исследования смогут помочь в будущем создать лекарства, которые будут воздействовать на новообразование в организме человека, тем самым смогут останавливать прогрессивные онкологические заболевания. К слову, правая рука для студентов любого курса – это усовершенствованный сайт Казанского Федерального Университета. Наверное, самый важный критерий – это то, чтобы наши электронные помощники всегда шли в ногу со временем, и сайт Казанского Федерального не исключение. У электронной версии университета вышло обновление, которое значительно упростило его использование. Правая рука для студентов любого курса – это усовершенствованный сайт Казанского Федерального Университета. Наверное, самый важный критерий – это то, чтобы наши электронные помощники всегда шли в ногу со временем. И сайт Казанского федерального не исключение. У электронной версии университета вышло обновление, которое значительно упростило его использование. Время не стоит на месте, всему свойственно меняться и улучшаться. Новые технологии с каждым годом становятся все доступнее и удобнее для использования. Каждое обновление направлено на то, чтобы упростить работу человека. Электронная версия Казанского федерального университета также была изменена в лучшую сторону. Для чего это было сделано и какие новые фишки появились у сайта, нам расскажет директор департамента по информационной политике Казанского федерального университета Абдулина Лейса. Это было закономерное решение, потому что последний раз, когда обновлялся наш сайт, это происходило более трех лет назад, уже изменились и требования, тенденции, тренды новые появились. Соответственно, мы приняли решение, что вот именно сейчас, в начале нового учебного года, самое время обновить сайт для того, чтобы порадовать и коллег, и студентов. И мы в него, в этот функционал положили очень много интересных разных фишек, скажем так, новых задач, которые, если сейчас внимательно изучить сайт, вы сразу их увидите. Также Лейсан Абдулина отметила, что теперь на главном сайте можно найти университетскую клинику, три школы от университета, активный блок новостей, отдельную графу с днями рождения преподавателей, календарь с актуальными событиями и блок, которым и студенты, и преподаватели могут поделиться своими мыслями. Полина Корнеченко, Кирилл Мукаев, Ленат Довлетьяров, Универ Ньюс. 10 сентября на телеканале Универ ТВ прошел прямой эфир, посвященный особенностям прививочной кампании этого года. В эфире поговорили о мифах о кук-прививок и о сочетании коронавирусной инфекции с сезонами заболевания. Ждалось достаточно интересные с моей точки зрения вопросы, это и сам ход прививочной кампании, и мифы, предубеждения против прививочной кампании, и соответственно затрагивались вопросы и новой коронавирусной инфекции. Более подробно об этом вы узнаете в нашем следующем выпуске новостей. На этом у меня сегодня все, в студии был Лев Диденко. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин